Кто-то из них теперь без крыши над головой, кто-то потерял родителей, брата или сестру, и большинство из них остаются в серых зонах. Недавно я вернулся из Донбасса и я хочу вам рассказать о серых зонах, в которых живут дети. Серые зоны это такие места, которые не контролируются по большому счету ни одной из сторон, либо находятся в прифронтовых зонах и там живут тысячи детей. Алексей Смирнов и его волонтеры за все время вооруженного конфликта на Донбассе вывезли из-под обстрелов и эвакуировали больше 10 тысяч людей. Тем, кто остался, передают гуманитарную помощь. Мы не можем вывезти, эвакуировать весь Донбасс оттуда, вывезти из этих зон, потому что их огромное количество. И они привыкли, у них психологически такое, что они отличают любой снаряд, какой летит, куда летит, когда прилет, какой калибр. В канун Нового года, конечно, лучшим подарком для всех, кто живет в серой зоне, стало бы мирное небо над головой. Но это не под силу волонтерам. А вот подарить внимание, заботу и настоящие новогодние подарки под силу каждому. С 18 ноября гуманитарная группа готовит большую посылку на Донбасс. Продукты питания, тушенка, сгущенка, то, что необходимо. Ну, самое животрепещущее, самое необходимое, конечно, это новогодние подарки детям. Именно вот эти вот наборы. Радость очень хочется принести, особенно в Новый год. Поэтому все подарки будут упакованы, все обязательно, все доставится детям. И мы очень надеемся, что принесет это им радость. Нам хочется просто помочь им, сделать хотя бы чуть-чуть что-то, сделать хорошее для них в этот Новый год, чтобы они получили подарки и продуктовую помощь. Потому что они сидят без газа, света, воды. Потому что они живут в подвалах, они живут в тех условиях нечеловеческих, которые пригодны только на войне. Новый год У каждого Свой Давайте поможем детям из серых зон обрести праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова